В Краснодарском крае настольный теннис популярен и постоянно развивается. Большое внимание уделяется юношескому спорту. Первенство Краснодарского края по настольному теннису, которое прошло в нашем городе, еще раз подтвердило, что приложенные усилия дают свои результаты. В спорткомплексе «Юность», который отвечает самым современным требованиям, с радостью приняли 311 спортсменов из 16 муниципальных образований Краснодарского края. Были представлены юные теннисисты трех возрастов, от самых младших до средних и старших возрастных групп. Сейчас мы решили выяснить, кто же все-таки у нас, именно в Краснодарском крае, самый сильный. Проводиться будет по трем возрастам. Сейчас играют самые маленькие, это в 10-й год и моложе. Но они уже показывают хорошие результаты, не только на Краснодарском уровне, но и на российском. Поэтому самая первая задача – это выяснить таких сильнейших по всем возрастам и потом продолжать именно с ними работать, как со сборной Краснодарского края. Юный возраст совсем не равен ни опытности и не означает ни высокий спортивный уровень. Во встрече между Элиной Плачковской и Амилией Герговой за первое место накал борьбы был очень серьезный. Нужно было видеть, как эмоционально и с каким напряжением сил юные спортсменки буквально сражались за каждое очко. И все же спортивная удача в этот раз улыбнулась Краснодарке Элине Плачковской, которая победила в первенстве. Играть нужно, чтобы так вот не потерять эту форму и нужна реакция для того, чтобы слабливать мяч. Ну, не знаю, еще много нужно тренироваться и всегда быть готова к соревнованиям. Серебряный призер соревнований Амилия Гергова занимается настольным теннисом три года, считает этот вид спорта лучшим для нее и верит в свои будущие успехи. Это очень хороший вид спорта. Я занимаюсь настольным теннисом три года. Настольный теннис – это очень хороший вид спорта. В нем нужно мастерство, сила, чувство мяча и вращение. Мне помогает мой тренер. Я буду долго тренироваться, часто буду ходить на каждой тренировке. Славянские теннисисты выступили успешно. По итогам соревнований славянская спортсменка Полина Чернышкова победила среди юниорок до 20 лет. Серебро у Александра Крыловой. Михаил Мирошниченко завоевал бронзовую награду среди юношей до 16 лет. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.